всем доброго времени суток я как раз пересаживала тут свои орхидеи после дождя они долго не просыхают и я обнаружила что у многих уже старый довольно таки субстрат и он измельчается забивает корни и нужно их пересаживать я меняю все на крупную кору весь мой субстрат будет только крупная кора ну и малыши совсем малыши могут расти моих условиях когда идут вот такие затяжные зимние дожди только в средней и крупной коре в такой смеси ну и вот пока я этим занималась мне пришла посылка так что и на моей улице праздник я получила с ибэй я купила 3 орхидеи сейчас я вам покажу значит как они упаковывают там газеты у нас кладутся бумага какая-то и они просто заматывают каждый горшок сначала салфеткой чтобы не высыпался субстрат и сверху заклеивают скотчем вот такие вот мешки с воздухом прокладываются между горшками чтобы там ничего не сотрясалась плюс газеты это старый цветок он уже оцветает такую вот я купила орхидею мне понравилось что огромный огромный цветок 16 сантиметров размером и сочетание сиреневого желтым как я люблю вот это сочетание вообще сиреневый цвет я люблю наш можно сказать семейный цвет когда я помню спрашивала свою сестру с дочерью но вы там что-то купили какого цвета ну какого какого конечно сиреневого какого еще всегда был наш любимый цвет поэтому я очень люблю сиреневого цвета орхидею ну и она пахучая называется она такая мощная 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 огромные у нее круглые бульбы такой слоник слоник прямо толстый даже не слоник а бегемотик такой огромные листья у нее вот она уже цвела один раз это второй цветок вот у нее конечно наросло множество корней вот огромный огромный букет корней и что хорошо я вижу что она будет расти растить вот здесь вот новые бульбы в нескольких направлениях здесь вот все это полуспящие уже проснувшиеся новые глазки все это будет расти возможно даже еще и какие-нибудь внутренние бульбы могут дать новый рост вот ну и конечно я вижу что она посажена в перлите этот выращиватель орхидеи любит перлит они конечно экономят на этом деньги но это очень мелкий субстрат и я все это выверну посажу в крупную кору больше горшок даже если у нее мало там корней внутри горшка у нее множество снаружи так что потом следующую копейку я купила RLC Vertigen Delight Dreamtime и кросс с котлей Ozy Sunset и очень красивый яркий цветок необычный даже может быть будет еще один вот даже может быть будет два потому что я только сейчас вижу бутон чехле и еще бутон значит это было 33 кажется доллара австралийских первая по моему 35 да вот еще одна котлейка которую я купила очень маленькую сеянец ну что поделаешь красная драгоценность это должна быть котлея с ярко-ярко красными цветами ну и 80 процентов у нее это косине котлея которая вот именно славится своими яркими ярко-красными цветами и в подарок мне прислали тоже малыша не знаю пока что посмотреть нужно как она может цвести если они у него придаются он обязательно выставляет предполагаемый цветок ну и еще еще я купила тоже котлею такая вот у нее история ее покупки была я поехала к одному моему хорошему знакомому он выращивает орхидеи тут у нас это очень старый человек на инвалидной коляске и у него огромная коллекция орхидеи он их продает к нему приходит еще пара пенсионеров помогают ему ухаживать вот а так в общем то он сам справляется ну и что случилось я ехала с намерением найти одну орхидею которую я видела у него когда-то и не купила вот опять таки мой совет если вы видите что-то выдающееся невероятное то что вам кажется вы никогда еще не видели это надо купить эту орхидею нужно купить потому что вы потом пожалеете вот как меня мучила и терзала мысль об этой не купленной мной тогда вот орхидеи и наконец-то я поехала чтобы спросить его что это была за орхидея может быть у него есть еще какие-то малыши он сам гибридизировал их и поэтому у меня была надежда я нашла фотографию похожей чтобы напомнить ему она была похожа вот на вот эту вот она называется триангулом у меня она тоже есть только у него она была более уникальная с огромными цветами как чаши огромные цветы и я помню что некоторые лепестки были в крапинку а некоторые просто это такого ровного сиреневого цвета и она была душистая довольно большая я не спрашивала какой она цены у него потому что когда он мне ее показал я сказала ну у меня есть похожее потому что действительно у меня были малыши и триангулом этот был который действительно похож но не то и я просто так легкомысленно сказала да у меня есть похожее и я не стала ее покупать но она мне все продолжала мучить и я поехала спросить открыла мне жена калитку я спросила где хозяин а она сказала что он умер я очень очень расстроилась ему было девяносто один год он конечно прожил прекрасную жизнь среди орхидей вот 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 он умер все мы смертны ну я расстроилась конечно посочувствовала ей посмотрела какие там у нее были оставшиеся от него орхидеи коллекция теперь уже была небольшой потому что две его дочки захотели тоже части орхидей каждая получила свою часть ну и то что у нее цвело там у меня все что-то наподобие было ну только вот одна орхидея зацветала двумя огромными бутонами красного темно-бордового цвета ну неизвестно как она будет цвести и я поехала домой а потом я пошла на ebay я купила вот эти вот три орхидеи которые вот я сейчас получила и увидела что на ebay люди сражаются за одну котлею и уже ставки дошли до 128 долларов но это довольно дорого для орхидеи я посмотрела на нее она бордового цвета вот так вот выглядят ее цветы человек который продавал сам ее гибридизировал сам ее вывел этот гибрид и она должна была быть ярче чем на фотографии ну как вы все знаете что обычно на фотографии все тусклей пледней темней не так как в жизни цветы ну конечно видно что она уникальная по форме цветка плоские лепестки ну и я сразу подумала об этой вот зацветающей вот этого старика котлей и подумала может быть она будет похожей потому что я помню что название было бурдекин что-то бурдекин ну и я что вы думаете я поехала обратно на следующий день к этой женщине вдове орхидеиста она сказала 50 долларов ну я не стала торговаться конечно хотя мужик продавал дешевле дешевле свои котли я привезла ее домой и стала ждать когда она откроет свои бутоны ну и вот она открыла вот как они выглядят довольно довольно похожи я бы сказала на те которые были заявлены на ebay и кто-то все-таки купил ту котлею за 380 долларов ну это не совсем ту конечно форма проигрывает немного но согласитесь что очень похоже я не верю в мистику но вообще-то как будто мне кто-то послал эту орхидею вот как бы то что я хотела вот хочешь это вот купи надоумил меня кто-то поехать обратно купить и я купила и получила то что мне понравилось вот такие вот цветы они душистые и вот такие вот довольно немаленького размера а название биллси биртюкин биллс дилайт дримтайм на самом деле в этой котлее уникальный винно-красно-пламенный бордовый цвет вот вот видите такие даже и стебли у цветов у цветоноса тоже бордовые биллси только у туис ибо и дорогой у нее чашелистики верхние по крайней мере стоит твердо вверх и крайние тоже они выпрямлены вот вот закругленные такой чашеобразные формы ну конечно не может быть абсолютно одинаковых орхидей но в общем-то в общем-то очень похоже мне нравятся вот эти вот боковые лепестки такие широкие такие почти смыкающиеся и форма округлая у цветка не вытянутая но они всех форм конечно хороши и такой как бы неоновый всполох по краю всех лепестков и губы да я очень рада вот и не верь в мистику вот такое вот послание ну как после этого не верить в мистику ну вот сколько у меня было шансов пойти в округе и купить орхидею почти цветущую ту которая мне понравилась на ebay и мне ее получить было невозможно это я конечно не согласна с такой ценой ну красивая котлея за 380 долларов но не знаю что за драка такая была что за ажиотаж мне кажется в любом случае она не стоила таких огромных денег можно получать удовольствие покупая орхидеи гораздо дешевле ну и в общем у этой котлеи растет новая бульба огромная и жирная ну и она конечно залита была я выговорила у нее там половину субстрата что могла достать чтобы она немножко подсохла ну что ж спасибо за просмотр всем добра и света пока пока